Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на радиоболтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Доброго всем дня, как обычно С пятницы здравим мы нашу радийную аудиторию 12 часов уже 12 минут Программа Климат-контроль Выходит в эфир вовремя Константин Рангс у нас сегодня, как обычно Вместе с нами, это морской геолог и журналист Пишущий о науке За режиссерским пультом у нас Евгений Копей Меня зовут Гоша Теплов Здравствуйте, Константин Добрый день Смотрите, сегодня вот можно было бы нашу тему Наверняка назвать или охарактеризовать Строчкой из песни, которая звучит так Как автомобили, автомобили буквально все заполонили Там, где вековая лежала пыль След свой оставил автомобиль Действительно, урбанизация одна из важнейших Демографических тенденций нашего времени С ростом числа размеров городов стремительно растет И количество автомобилей Надо сказать, что ученые подсчитали И в настоящее время автомобильный транспорт является Одним из основных источников загрязнения атмосферы воздуха И смотрите, если вот, например Крупнейшие города сейчас настолько разрослись И автомобилей такое огромное количество И ученые посчитали, если бы взять все автомобили Которые сейчас существуют на Земле Кстати, их 600 миллионов единиц И поставить один к другому бампер К бамперу То получилось бы, представьте себе Огромнейшая такая лента 4 миллиона километров длиной Можно было бы сто раз опоясать Земной шар по экватору Вот такая вот информация Что в связи с этим нужно было бы отметить В отношении загрязнения экологии Что думает по этому поводу Наш эксперт Константин Рангс, пожалуйста Не, ну история то, что автомобилей действительно очень много Это факты Тут уже, как говорится, против цифр не попрешь Мало того, если считать все механизмы Которые двигаются Это и трактора, и комбайны, и много еще То там уже за миллиард число транспортных средств Перевалило Естественно, поэтому большие очень надежды На то, что, по крайней мере, в городах, где живут люди Уже в городах сейчас сосредоточено Большинство населения Как раз возникает вопрос Как с этими автомобилями разобраться Ведь основная эта проблема какая? Ведь не только то, что автомобили Выделяют много выхлопных газов Старшее поколение помнит Как в свое время Чадили автомобили, ну допустим 30-40 лет тому назад Это мало того, что они воняли, так они еще выбрасывали свинец в атмосферу Потому что бензин тогда был Подназываемый этилированный Он содержал тетраэтилсвинец Такое соединение ядовитое Весьма для уменьшения детонации Повышения октанового числа бензина И получалась такая довольно неприятная вещь Именно тогда возникла рекомендация Не собирать грибы, ягоды и яблоки, например Которые растут вдоль дорог Не потому что там сами по себе машины ездят А потому что эти машины выбрасывают Летучее соединение свинца Которое во всех этих плодах, ягодах, грибах Оставалось То есть в принципе Может быть даже мы можем Перейти вот Чудо случилось на электрические машины Но вторая, вторую проблему Никто не убирал И электрические машины не исправили Это пробки Страшные пробки Для большого количества машин Нужно иметь множество дорог И поэтому возникает вопрос Как вообще избавиться от автомобилей А если совсем нельзя Но все-таки значительно уменьшить их количество Поэтому можно вспомнить о такой теме Это город без автомашин И в частности сейчас мы видим Что за последние буквально несколько дней Чуть больше недели В Риге уже озвучено Несколько таких серьезных инициатив Ну, самого, так скажем, городского верха Которые направлены на то Чтобы изменить транспортную нагрузку В нашем городе, в Риге Вот, например, Гоша Вы на каком транспорте по городу передвигаете? Ну, надо сказать, что я, честно говоря, люблю ездить на общественном транспорте Не потому, что это удобно Мне интересно Я всегда наблюдаю за людьми Правда, сейчас ввиду того, что маски люди одевают Как-то не очень сейчас удается распознать Кто ездит вместе с тобой В одном транспорте В общественном автобусе, например Но наблюдать за людьми мне всегда интересно Что касается моего личного транспорта Да, у меня есть автомобиль Он старенький И он очень неэкологичный Это джип И он 2001 года И еще и дизель Так что, так, я в этом смысле, конечно Ну, а вот рядом звукорежиссер Евгений Копей Насколько я помню Он предпочитает велосипед Вот, кстати Респект и уважуха По каждому, так понимаю Предпочитает велосипед Да Вот, кстати, это представитель армии велосипедистов И предполагается Что в течение ближайших семи лет Количество велосипедистов Должно увеличиться в городе Ну, почти вдвое Надо сказать, что сейчас Стоит где-то около четырех процентов Так прикидывает Постоянно ездящих на велосипеде Ну, вот где-то надеется Что, может быть, их Вплоть до десяти процентов Количество постоянно крутящих педалей Увеличится Но тут, видите, еще момент такой Что велосипедисты Это считаются и те, кто ездит Например, на электровелосипедах Это пожалуйста Но именно вот на этих Двуколесных средствах В общем-то, не совсем понятно Можно ли к ним приплюсовывать К велосипедистам Еще тех, кто ездит на моноколесах На электроскутерах Ну, в общем, в принципе Это транспорт, который находится под тобой Так мягко говоря Но, кроме этого Очень серьезный вопрос Это пересесть Вот, как вы говорите На общественный франц Опять-таки Вспомнится, что Тридцать с лишним лет тому назад В Риге намеревались Строить метро Я помню это время Это время совпало С перестроечными временем Тогда Помню даже Плакаты люди носили Метро нау Сахар я Цукурс я Да, как-то вот так Да, поэтому как раз очень Если бы, допустим За 10 лет до этого Начали строить метро Например, где-нибудь В конце 70-х Я так думаю Таких плакатов бы не было Но И сейчас бы мы ездили Например, из Иммонты В ту же самую На юглу По линии метрополитена Там как раз планировалось За 10 лет Две линии метрополитена Протянуть Прис-накрест Это при советских Но сейчас, кстати По прошествии многих лет Опять начали говорить О метро Только уже Не о метро Так скажем Рельсовом Подземном Потому что на самом деле С метро Это очень интересно Это сокращение Французского Словосочетания Которое звучит Как Железная дорога Городство Столица Городская Метрополит Так вот Сейчас начали говорить О метробусе Вот Типа Метробусы Могут нам Так скажем Принести Большую радость Потому что Это будет Действительно Революционное Изменение Ситуации В Риге Что такое Метробусы Те кто был В Стамбуле В некоторых Других городах Особенно В Латинской Америке Они могли Это видеть Это Особо Выделенные Зоны Ну просто Можно сказать Дорога На которой Может ездить Только автобус Вот только То есть Человек На простой машине Выехать На эту Дорогу Во многих Случаах Физически Не в состоянии И вот По этой Дороге Ездят Только Автобусы Это Фиксированные Остановки На которых Оплата Происходится На самой Остановке Фактически Это Типа Как Маленькая Станция Железнодорожная И Принцип Заключается Следующий Когда Уже Люди Все Оплатили Никаких Проблем Нет Автобус Быстро Выбрасывает Пассажиров Вот этот Метробус Забирает Пассажиров Поскольку Трассы Для Метробуса Обычно Уже Заранее Подготавливаются Можно Использовать Длинные Сочлененные Автобусы Помните Как Были Раньше Такие Вот Ну Была Такая Попытка Делать Чуть ли не Трехзвенные Огромные Огромные Такие Сосиски Вот Идея Такая Она Уже Тоже Существует Что Допустим Такие Автобусы А ведь Они же Могут Работать Не обязательно На солярке Они могут Работать На природном Газе На водороде Например Они могут Быть электрические Тут Спорт фантазии Довольно большой И То есть Это Достаточно Дешевое Прямо Скажем Это не то Что землю Инженерно Простое Дорога По поверхности С буртиками Это Решение Которое Вполне Возможно Будет Принято Для Риги Чтобы Каким-то Образом Как Представляется Значит С одной Стороны На 10% В течение Ближайших Семи лет Сократить Количество Автомобилей В городе Увеличить Количество Велосипедистов И прочих Скутеристов А значит Основную Массу Людей Таким Образом Засунуть В общественный Транс В общем Вот такая Вырисовывается Картина Вас бы устроила Такая дорога Ну Лично Я за Всяческие Новшества Которые Особенно Как-то Позитивно Влияют На экологическую Атмосферу На экологическую Обстановку Я думаю Что Подобные Метробусы Тоже Наверняка Пользовались Большой Популярностью В нашем Городе Все Зависит Наверняка Еще и От цены На эти Самые Поездки Ну Эту цену Тут же Сразу Возникает Вопрос Можете себе Представить Рига Стоит По сути дела На крайне Неблагоприятных Грунтах Петербург Допустим Перепред Рига Это вообще Город Блистательный И очень Легкой Этеологии Вот Поэтому Строить Метро В Риге Это дорого Реально Дорого И Тут Об этом Даже и разговора Нет Нет у нас Людей Для того Чтобы Его окупить А вот Просто Дороги Наземные Дороги Где Реконструировать Где Какие-то Участки Достроить Это Гораздо Прочнее Да и Автобусы Поначалу Можно Использовать Те же Самые Которые Подлиннее И В общем Это Идея Как бы Так сказать Как Один герой Говорил Ракадий Райкин Полвека Не так Глупо Не так Глупо Но Здесь Есть Как всегда Дьявол Кроется В деталях Одна из Деталей Это то Что Рига Вообще По большому счету Напоминает Две сосиски Стянутые Между собой Вот этой Тонкой Перетяжкой Посмотрите На карту Нашего Города У нас Как бы Да Есть Теоретически Несколько Мостов Вы можете Вспомнить Сколько Мостов У нас В Риге Один Железнодорожный Три По моему Убираем Сразу Железнодорожный Мы о нем Позже Будем Говорить Итак У нас Остается Вартовый Каменный Мост Островной И Южный Островной И Южный Четыре Моста Но если Посмотреть На карту Города Видно Что все Эти мосты Сосредоточены Довольно В узком Пространстве Ну по сути Это дело А что Это означает А город У нас Разбросанный Посмотрите Очень большая Часть города Расположена Это Кангаракс Туда К югу С левого Берега Это Закникалнский Примыкающий Там Посел Там уже Уходят Варупы И Монталадна По си широтной А потом Плюс еще Это Балдера И Гуцемс С другой С правой стороны Там и Своя И там И Красная Двина И Вангелие То есть Короче говоря Если так посмотреть Это такая Скрутка У нас И когда люди Как бы мы не двигались Мы все равно Получается Что мы должны Ехать в центр К этим самым Мостам А потом Выезжать Из этого Центра И это При том Что некоторые Горячие головы Сейчас Начинают говорить О том Что неплохо Было бы Вводить Эту самую Плату За въезд В город Или по крайней мере В его центральную часть Не слишком много На машинах Там катать Но прошу прощения Для многих людей Это очень странно Вообще-то Странновато Выглядит Можете себе Представить Например Тот же самый Петербург Где мосты Были бы Сосредоточены Только Например В центре Около Зимнего Дворца Но зато Много Но все А в остальных Местах Бы их Не было И вот Это очень Важная Вещь Сколько лет Говорили о том Что необходимо Северная Связь Которая Ближе Кустью Доугавы Проходила Там Говорили Сначала И про мост Высокий И про туннель Говорили Но Если посмотреть Опять на карту Вот это Было бы Серьезнейшее Решение Транспортных Проблем Города Человек Который Находится В районе Ильгу Циемса Или например Болдера Ему для того Чтобы приехать На правый берег Не нужно было бы Тащиться В центр Ринга Аналогичная Проблема Кстати И с железной Дорогой Я хочу напомнить Что ведь Несколько раз Возвращались К идее Подъема Железных Дорог Города Риги В целью Перевозки Пассажиров То есть Чтобы Вот некоторые Дороги Которые Называются Промышленные Чтобы их Еще оживить И чтобы Можно было Спокойно Например Сесть В той же Самой Юрмале И например Проехать И например Напрямую В Балдыраю Или например На юглу Куда-нибудь Еще То есть Были такие Довольно Интересные Ирии Но они опять Упирались В одну и ту же Вещь У нас Через реку Один Единственный В пределах Риги Окрестный Один единственный Железнодорожный Мост И вот сейчас Смотрите Какая интересная Картина Для рейл Балтик Для железной Дороги Которая Непонятно Как будет Себя Окупать Уже Планируется Строительство Отдельного Моста Или там Реконструкцию Вторую очередь Существующую Но по большому Счету Это тот же Самый Мост Тоже Самая Проблема Все Должно Ездить Через одну Узловую Центральную Тошку Хотя Все прекрасно Понимают Что например Был бы Очень хорош Мост Либо Туда В устье Лелупе Либо Значительно Южнее Например Там где Сейчас Находится Рижская Газ То есть Я к чему Что все Эти идеи Городские Которые Направлены На уменьшение Так скажем Нагрузки Транспортной На город Сделать Ригу Более Техкодышащей Более Свободной Более Дружелюбной Для пешеходов Они все Упираются В несколько Принципиальных Вещей То есть Сначала Появляется Идея А потом Выясняется Что эта Идея Не будет Работать Так как Нам Всем Хотелось Даже Если Смяс Всех Пересадить На велосипеды Ведь Опять же Сохранится Эта же Самая Проблема Все Все Дружно На велосипедах Должны Будут Ехать Через Вантовый Ну Давайте Возьмем В пример Например Голландию Мы знаем Что в Амстердаме Огромное количество Велосипедов Там у них Просто культ Какой-то Если вы Бывали в Амстердаме Видели Парк велосипедов Который на улице Прямо Просто Впечатляет Почему Почему Что-то подобное Не придумать В нашей столице Хотя я думаю Что в геомасштабе Все-таки Это не решение Проблема Пересесть На велосипеды Как вы считаете Я так думаю Что во-первых Нужно сказать Что Велосипедный Бум Там начался Не от хорошей Жизни Это все началось После первой Мировой войны От бедности От бедности Вот Во всяком случае Так мне рассказывали В Копенгагене Который Все время С Амстердамом Спорит Какой он Из них Двоих Город Самый Велосипедизированный В мире Еще есть Одна Очень важная Конечно Вещь Это Так скажем Строение Инфраструктуры То есть Должен быть Своего рода Внутренний Договор Должен быть Национальный Договор О том Что Внутри нации Не обязательно Это не бумага Никакая Просто люди Должны соглашаться О том Что в принципе Ездить на велосипедах Оно Хорошо У нас иногда Удивляются О том Что министр Такой-то Едет на велосипеде На работу Вот это часть Этого самого договора Которые 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 Реально Стоят Примерно Столько Сколько Мотоцикл Казалось бы Что-то Велосипед А мотоцикл Дороже автомобиля Стоит Тоже так Хотелось бы Подключить Нашу Родийную Аудиторию Если у вас Есть мнение По обсуждаемой теме Пожалуйста Звоните 6-7-21-29-39 У нас два телефона Второй 6-7-21-39-39 Милости просим К нашему эфирному огоньку Ну и мы продолжаем Обсуждать Каким же образом Можно Я хотел бы Продолжить Насчет велосипедов Например В Финляндии Очень активно И давно Продвигаются Велосипеды Ну например Зимой Даже при том Что там В любом магазине Можно купить Шипованную резину Для велосипеда Там зимой Количество Катающихся На велосипедах Все-таки Резко уменьшается Вопрос Климат Удобство Климата Это вещи Которые Вот так Вот знаете По решению Начальства В одноразово Оно не меняется Должны складываться Условия Например Человек Может купить Велосипед Вопрос Что будет Если этот велосипед У него украдут Вот элементарно То есть Какая будет Страховка Да Можно Застраховать Велосипед Но страховой Вопрос Такой Там Стоимость Страховки Довольно-таки Высока Не все люди Могут себе Это позволить Давайте Послушаем Хабнивать стоимость Дешевого велосипеда Для жителя Той же самой Дании Или Голландии Или для нашего Жителя Для многих наших Жителей Велосипед Это действительно Вещь Очень ценная И Он будет Все время Думать о том Что же С моим Велосипедом Константин Давайте Послушаем Наших Радиослушателей Я смотрю Что у нас Сразу Две линии Надрываются Есть мнение Наших Радиослушателей Желающих Поучаствовать В нашей Дискуссии Здравствуйте Здравствуйте То количество Велосипедов Которые В данный момент Есть в городе Она предельно Максимальная И она ни при каких Обстоятельствах Не вырастет Так говорит вам Человек Который сейчас Живет в Риге Ездит в машине А до этого Два года Непрерывно Я жил в Амстердаме И не пользовался Машиной Я пользовался велосипедом Во-первых Климатические Особенности Бывает Что мы Северная страна Латвия И велосипед Нам крайне Не подходит Потому что Ты обычно Везешь своего Ребенка Например Ребенка Ты зимой На велосипеде Не повезешь Ты должен быть Безответственным родителем То же самое С пожилыми людьми Мы просто Физически Тебе позволить Это не можем Эту тему Надо просто Прекращать Да Справедливо Согласен С мнением Нашего Ну вот Видите Как раз Действительно Можно согласиться Что допустим В том же самом Копенгагене Или Амстердаме Допустим Есть такие Трехколесные Велосипеды Куда можно И в коляску Поставить И даже В Копенгагене Я видел Как мои знакомые Закатили человека На каталке В этот Трехколесный Велосипед Все замечательно Но сами Вот эти Датчане С которыми Я беседовал Они говорили Что это Хорошо только Потому что Температура Выше нуля Вот это Очень важный Момент Что было бы С этим человеком Когда температура Была бы ниже нуля А мои Финские друзья Которые купили В Копенгагене Вот такой Велосипед Да Повозили детей Летом Наступила осень И через некоторое Время Они сочли Что это Совершеннее Как вот правильно Заметил Наш радиослушатель Совершеннейшее Издевательство И все Благополучно Пересели В автомобиль Маленький Небольшой Довольно Экологичный Но автомобиль А сторонники Ведь еще Этих самых Перехода На альтернативные Виды транспорта Они что говорят Что сам по себе Автомобиль Это слишком Занимающее Много места Средства Передвижения Ведь среднее Количество Пассажиров В автомобиле Считаю Водителя Где-то полтора То есть В основном Человек Либо едет Сам Либо В лучшем случае Он кого-то Еще везет Отсюда Возникают Вот эти идеи Подвозить друзей Подвозить соседей Как на Кубе Кстати говоря На Кубе Эта тема Очень развита И продвинута Если ты едешь У тебя есть автомобиль И ты едешь И ты обязательно Должен взять попутчика Так во всяком случае У них предписывают правила У нас есть еще один Телефонный звоночек Давайте послушаем Здравствуйте Добрый день Здравствуйте Ну вот За эти два десятилетия Все компании По строительству Каких дополнительных Дорог Землю Коридор Пусть идет Извините Изберги Опять же В центр города Заходит Межапарк По хорошему району Пусть тащат Где грузовые машины В порт Северный там Коридор Южный Восточный Это все Без просчета Компьютеры Сейчас у нас Головы Пусть работают Пусть просчитывают И все закладывают Все это Все это Все это Спроектировать На компьютер И представить Людям А то Только политические Какие-то Компании То Трамвай С Канстас То Трамвай На Югову Ну То Волдерай Ничего не идет То опять Вот сделают Как вы сказали Новую Железнодорогу Поднимут Там да Через один мост Его запустят Опять все это Как-то так Безалаберно Одна компания Пришла к власти Одно захотела Другая Другой Давайте Какое-то комплексное Развитие в городе Должно быть Спасибо Спасибо Ну знаете Мы наверняка Сейчас не о логистике Говорим Больше степени Программа у нас Называется Климат-контроль Мы пытаемся Осознать Каким образом Давайте может быть Ну как-то в будущее Заглядывая Футуристически Так отнесемся К этой проблеме Действительно Может быть В обозрении Может быть В далеком будущем Что удастся В этом плане сделать Как будет развиваться Автомобильная Вот эта вот Экспансия Что будет происходить Как вы думаете Не ну вообще Я в этом смысле Пессимист Я считаю Что действительно Будут усиливаться И климатические изменения Будет повышаться Уровень моря Будет усиливаться Размывание берегов И в общем-то В Риге Рига при Риге Придется столкнуться С большими Большими Неприятностями И придется Что называется Бороться за выживание С водой Которая будет И течь с неба И которая будет Повышаться Уровень моря Но вопрос Такой Что Будет ли тогда Так скажем Сохранение экологии Первостепенной целью Вот ведь Смотрите Какая вот ситуация Что Всего лишь Год тому назад Год тому назад Говорили Что же ведь говорили Что автомобиль Это зло Но нужно ездить В общественном транспорте И как только Начался Этот самый Ковид Тут же Сразу Выяснилось Что общественный Транспорт Как раз И является Местом Где люди Очень тесно Сталкиваются И перекидывают Обмениваются Вирусами А вот Например Если вы живете В индивидуальном Доме И ездите На работу Если ездите На работу То ездите В своей Индивидуальной Машине Которую Можно Стерилизовать Обработать Все замечательно По большому счету Ни с кем лишним Вы не сталкиваетесь Не общаетесь То есть Вопрос Оказался Решается Другим путем То мы говорили О том Что вот Была такая Тенденция Что нужно Города Укрупнять Уплотнять Делать Здания Это не у нас Говорили Но в Европе Об этом шел Такой большой разговор А сейчас Выясняется Что нет Нет Ведь смотрите Одно дело Допустим Действительно Если придется Сидеть на изоляции То одно дело Изолироваться В квартирке Каких-нибудь 40 квадратных метров В лучшем случае Другое дело Если у вас Хотя бы Шесть соток Есть Вы можете Сидеть на участке Под яблоней Не жарить Шашлычок Да Или как у меня Была одна знакомая Давно уж не общался Ну а у нее Было поместье Во Франции Она говорила Что не все углы Своего поместья Она уже изучила К 40 годам жизни Вы знаете Там тоже Можно сидеть В самоизоляции В своем поместье То есть Будем говорить Откровенно Что По большому счету То что сейчас происходит Оно в большей степени Бьет как раз По людям Малообеспеченным Или так скажем Среднеобеспеченным И меньшей степени На людей Которые Средне-высоко И высоко Обеспечены То есть Это касается Жизнь транспорта Помните Вот недавно Разговоры Шли о налоге На старые Автомобили Да О Сколько было Гневных Возмущений Я так думаю Что Власти В общем-то Поняли Что Так скажем Можно Пострадать Вот Если Принять Такие Жесткие Несоответствующие Экономические Ситуации В стране Закон Но Европа Все равно Европейский Союз Брюссель Будет требовать От нас Имея ввиду От страны Чтоб мы Какие-то Действия В плане Для выполнения Экологических Планов Которые Называются Зеленая Сделка Выполнить Тут Либо Налоги Должны быть Либо Что-то Еще Мы Что-то Должны Делать Такое Зеленое Зеленое У нас Есть Телефонные Звоночки Я смотрю Что активно Принимать участие Пытаются В нашей дискуссии Наши радиослушатели Здравствуйте Добрый день Пожалуйста И снова я Здравствуйте Решение Как обычно Есть Не надо выдумать Приезжаем в Амстердам Они вовсе Не отказываются От машины Они наоборот Хотят Чтобы машин Было как можно Больше Но у них Есть Одноместные Машины Машины Двухместные Машины Рабочие Например Маляр Он едет на работу У него маленький Багажник Для малярных Изделий Или Автомеханик Автослесарь Едет на работу У него багажник Для инструмента И одноместная машина Эти одноместные Баншины С потреблением Один литр На сотни километров Или Электромобили Практически Не занимают места Не занимают места Как велосипед Городская среда От этого Очень комфортна И с ней Нет проблем Значит Что происходит В Латвии В Латвии Опять пришла Какая-то Политическая сила У которой Предположим Есть свои Подконтрольные Фирмы По обустройству Допустим Дорог И они Лоббируют нам Велодорожки Сейчас мы Миллионы денег Будем тратить На эти велодорожки Это прямая коррупция И ничего больше Вместо этого Смотрите Для электромобиля У нас нету Ни одной зарядки Покажите мне Торговые центры У которых есть Эта зарядка Смотрите На дороге Пути Следовательно У каких-либо Кафе Может быть Есть электрозарядки У нас их нету То есть Если мы думаем Об экологии Мы идем В неправильном направлении И та же самая Коррупция Которая у нас Никуда не делась Из правительства Ижиевской думы Она нас Полыкает Как раз В эту пропасть Спасибо Мне Надо сказать Что зарядки Все-таки У торговых цехов Кое-где есть Но я абсолютно Согласен С одним Очень важным Замечанием Нашего слушателя Маленькие автомобили Вы посмотрите Какая удивительная вещь Я недавно Общался Ну Так сказать Недавно Десять лет прошло Пришлось Быть В Норвегии Снимали Мы там один сюжет Для одного Российского канала Экономического И мы снимали Электромобили Которые тогда Там активно Уже начинали Внедрять Десять лет назад И это были Маленькие машины Маленькие машинки И вот Создатель Мне повезло Порулить Все нормально Интересно Хорошо И начали беседовать С создателями Этой техники На что они сказали Что вот Для нас Он говорит Это еще Кое-как Подойдет Но опять Даже Для нас Для всех Любят у нас Машины Любят у нас Люди Ездить в Огромных Машина А раз Огромные машины Значит Огромные Батарейки Ну это Про электромобили Шварей Вот это Очень важный Момент Вы посмотрите У нас Люди Покупают Автомобили Маленькая Женщина Идет Она В лучшем Случае Она Может Туда Ну посадить Там Двоих Детей Да Ну Ездила В магазин За покупками Но она Ездит На каком-то Совершенно Чудовищном Длинном Автомобиле И дело Это не в том Что это Женщина А дело Все в том Что Зачастую Человек Покупает Автомобиль Из соображений Престижа Бренд И размер Но Надо сказать Что эта тенденция Она наблюдается Не только Во всем В нашем мире В мире потребления Почему-то так Вот Сложилось Да понятно Почему сложилось Потому что люди Хотят удовлетворять Чувство Собственной Значимости И почему-то Считается Что если у тебя Крутой автомобиль Значит Ты успешный Человек Ну вот Странная Ментабарфоза Такая в сознании Людей Давайте послушаем Еще один Звоночек Телефонный Здравствуйте Добрый день Пожалуйста Ваш Я вот не соглашусь Что из-за бренда Покупают машину Из-за престижа Из-за комфорта Из-за Ну Твоего личных Твоих потребностей Вот я знаю людей Которые Купили себе Электромобили Но они Ездят Ну на двоя машина Мы уже как бы В Литву Скажем В Каунас Туда-обратно С ней не съездим На этой машине Так как нет Инфраструктуры Про что говорил Владимир Предыдущий Звонивший Возьмем Те же самые Торговые центры Зарядка есть Ну там Зарядка на 2-3 машины Если будет 4 машины Я уже не могу зарядиться У нас вообще Инфраструктура По электромобилям Не сделана Я может быть Живя в Риге Тоже бы Рассмотрел бы Машину Электромобиль Там за 20-25 тысяч Так как в дальнейшем Я бы на этом Наверное сэкономил Но инфраструктура Я говорю Тоже самое В Литву Съездить я не смогу Поэтому как бы У меня довольно таки Старый автомобиль С большим Объемом двигателя С большим Потреблением Топлива Вопрос у меня Вот Константин К вам такой Вот вы сказали Как-то тут Про водородный двигатель Это же рассматривалось Уже Наверное Если не ошибаюсь Где-то в 80-х годах Почему его нет До сих пор Этого Массово Подородного двигателя И другой момент Вот это вот Электричество Добывание Оно же тоже Большой-большой Ущерб Дает Экологии Если как бы Мы добываем Электричество Скажем Как в некоторые Страны Углем Или там Очень много Идет потери Электричества И его Транспортировка Вот это Самая дорогая Цена Мы как бы Не экономим Я думаю Я думаю Смотреть Надо На Японцев И Будущее У нас За гибридами Спасибо Большое Вы просто С языка Снимают Вопрос У меня Наши Радиослушатели И действительно Если говорить О решении Глобальном Решении Этой Проблемы Тут наверняка Есть три Три пути развития Это экономическая Политическая И технологическая И мне кажется Что только С помощью Какого-то Технологического Прорыва Можно будет Эту проблему Действительно Решить Если мы говорим О водородном Двигателе Об этом Уже говорят Не первые Десятилетия Эти двигатели Существуют Но пока Их почему-то В строй Как-то Не вводят Может быть Это невыгодно Тем компаниям Которые Производят Или добывают Ископаемые Горючие Что в этом В плане происходит В мире Как вы думаете Я хочу сказать Что на самом деле Тема водородной Энергетики Она такая большая Что мы за оставшееся Время ее не разовьем Тут как раз совпало Что я буквально Сегодня-завтра Сдаю материал Одному Российскому изданию По этому вопросу Вместе с коллегами Работал Который Занимается этим вопросом Но если коротко Водородные машины На водороде На водородных Топливных элементах Существует И уже Эксплуатируется Больше пяти лет Но в основном Только в одной Стране мира Японии В Японии Компания Тойота Серийно Выпускает Модель Тойота Мирай И сейчас Уже пошла Модель Тойота Мирай 2 Заправляется Она Водородом Сжатым Водородом Этот водород Поступает В специальный Топливный элемент Где встречается С кислородом Из атмосферного Воздуха И при этом Образуется Электричество Которое И движет Этот автомобиль Это Седан Вполне себе Приличных Размеров Это не маленькая Фитюлька Это вполне Крупная Комфортная Машина С другой С другой С другой С другой С другой Именно Водородная Энергетика Сейчас По новым Решениям Евросоюза И будет Развиваться С особым Приоритетом Есть целый Ряд Направлений Которые Сейчас есть Я поэтому Хочу сказать Что это Нужно Говорить Отдельно И В принципе Как раз Идея Заключается Что С одной С другой В Европе Говорят О том Что нужно Производить Водород Для того Чтобы смешивать Его с углекислым Газом И делать Синтетическое Топливо И тогда Весь цикл Движения Углерода Станет Закольцованным То есть Его в атмосфере Количество Не будет Менять А с другой Стороны Водород Сам по себе Можно Получать Благодаря Использованию Возобновляемых Источников Энергии Или Атомной Энергии И использовать Как я уже Сказал В этих Водородных Машин Сейчас Возникает И в Европе Об этом Очень активно Говорят Очень много Пишут Говорят О том Что Электромобили На батарейках Которые Сейчас активно Начинают Так скажем Заполнять Рынок Ну не заполнять Их просто Предлагают Это промежуточный Этап Перед Перед Слушатели Как говорится Вместе Уэзб Появился Выбран Например Концерном Бас От Видеокассет Помните Компакт Диском Оказывается Компакт Диски Технологии По изготовлению Компакт Дисков Она была Изобретена Еще в Какие-то Там 60-е Годы Но Активно Ее стали Использовать Только Не знаю В конце 80-х Появились В начале 90-х Почему Потому что Нужно было Продать Выпущенные Уже Сделанные Видеокассеты Иначе Просто эти Компании Потерпели бы Огромные Убытки Понимаете Я полагаю Что то же самое Происходит Сейчас С рынком Автомобилей И те компании Которые добывают Нефть Им нужно Продать Этот бензин Нефть А вы Подумайте Над тем Что Огромное Количество Людей Будем Говорить В конечном Счете Это не Компания Вложились В добычу Разведку И производство Литиевых Аккумуляторов А цикл С момента Начала Геологоразведки До начала Производства В лучшем случае Это лет 10 А на самом деле И 20 Может быть Поэтому получается Что те Кто начал Эти Продвижения Допустим В 10-м году Они только Например Сейчас Начинают Что то отбивать Это очень Длинный бизнес С большими Такими Болгими Вложениями Поэтому Я согласен С вами Что Отказываться От Машин На батарейках Сейчас Тоже И в Европе И во всем мире Никто не будет Вот сначала Пусть они Будут Выпущены Поездят Потом Все Столкнутся С тем Что батарейки Это проблема Их перерабатывают После чего Мы все Узнаем Что батарейки И вообще Электромобили Зло И вот Тогда мы Дружно Пересядем На водородный Если Успеем Нам не стоит Ждать милости От природы Особенно После того Что мы С ней Делаем Это совершенно Суправедливо У нас У нас есть еще Один звоночек Давайте буквально В последний вагон Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста Я считаю Как профессиональный Шофер Что электромобилей Как таковых В принципе нет Это что-то На уровне Детских Таких Вообще Несерьезно Дальше Я бы хотел Насчет экологии Сказать Например У меня частный дом Да Я тоже езжу На большой машине Но мне иногда Надо всю семью вывезти Я не могу Купить себе Второй маленький И второе Я топлюсь Допустим Под Ригой Я топлюсь углем Вот нет Чтобы Допустим Вот эти деньги Европа дает Или что Направить Хотя бы На какие-то Менее процентные кредиты Я хочу втянуть газ Но потребительский кредит Это извините меня В третью часть Потом надо будет выплачивать И я уже возрастом Не молодой Мне может быть Даже такой кредит Не дадут И сейчас вообще Распространяется Считается Зеленое топливо Это типа дрова Потому что Возвращается Какое зеленое Эти твердые частицы Сейчас все ставят Гранульные котлы Они дымят Почти так же Как угольные Почему-то Это считается Экологически Что типа Возобновляемая энергия Глупо Спасибо Спасибо Я могу сказать Только что Дело все в том Что зачастую Считают Чиновники В том числе Кто пишет Все постановления Что Считают Углекислый газ Который выбрасывается В атмосферу Вот это Сажа Она как бы В расчет Не идет Идет в расчет Невидимый Углекислый газ Который потом Растения Вашего же сада Они спокойно Используют Для своего Собственного Роста По сути дела Ведь не будь Углекислого газа На атмосфере планеты И нас бы Никого не было И растений Бы не было По крайней мере Эти Вот Как говорил Мой профессор Попередохли бы Все давно Вот То есть Ну да Он был склонен К таким Конкретным словам Скажите Константин Да Это очень важный момент И я считаю Что Да Мы до конца Не существует Четкого представления Каким путем идти Сейчас путей Очень много На какой выбрать Неизвестно Давайте все-таки Какой-то оптимистический Прогноз В завершении Нашей дискуссии Нашей беседы Дадим нашему Радиослушателю Когда вы еще полагаете Все-таки Человечество Уже перейдет На какие-то Возобновляемые источники Ну такие реально Которые смогут Изменить ситуацию В частности Водородный двигатель Потому что я-то понимаю Что водородный двигатель Ведь можно Использовать не только Для автомобилей А для обсогрева Да вообще Это же совершенно Он даже не двигатель Дело все в том Что с баллона водорода Это электричество В вашем доме Небольшая коробочка Где с одной стороны Входит по трубочке водород А с другой стороны Провода тянутся К распределительному щитку Вашего дома Насколько я знаю Водород это средство Накопления энергии Да Насколько я знаю Самое эффективное В нашей вселенной Но не самое дешевое Но не самое дешевое И об этом как раз Поэтому Сотни тысяч Не меньше Ученых Инженеров Всего мира Ломают себе Непрерывно голову Для того Чтобы найти Способы С этим самым Водородом Как-то научиться Так скажем Запрелемлемые деньги Существовать Но об этом Я говорю Нужно говорить Отдельно Как изобрести Перпетум Мобиль Наверняка В следующей передаче Спасибо огромное Мы говорим Константину Рангсу Морскому геологу Пишущему журналисту О науке До очередной пятницы Мы прощаемся Всего доброго Всем нашим радиослушателям До свидания За режиссерским пультом Мы говорим Спасибо Евгению Копейну И последний час Здесь с вами Общался Гоша Теплов Пока